Чуть я подзадержался, сегодня очень напряженный, напряженный график, потому что полупраздничный день Хурамо, как вы знаете, да, сегодня? Дальше, сегодня Ушанараба, это отдельный такой, как ритуальный день, праздник, можно так назвать. И вечером заступает еще один праздник, который называется Шминя Цер, седьмой день, Шминя, восьмой день, Исимхат Тора. В общем, у нас сегодня радость Торы, да, то есть очень напряженный праздник, это такие напряженные, что просто невозможно все успеть. А я, когда напряжение у меня, да, когда я сильно напрягаюсь, стресс, я могу опоздать, значит, я вообще часто опаздываю, даже когда нет напряжения. А когда есть напряжение, так вообще, извиняюсь за опоздание. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Коэлит, продолжаем изучать книгу, которую Царь Салмон составил, составил именно ее около трех тысяч лет назад. И в Коэлите, значит, мы изучаем, в чем смысл жизни. Да, значит, он сказал, что все, эмили-вэлим, все это суета. Да, но дальше он нам говорит такую вещь, вот мы остановили вчера как раз, что лучше то, что ты видишь глазами, мы остановились, да, то есть синицу в руке, а на руке ты ее видишь, она лучше, чем идти за журавлями в небе, которые летают. Итак, Маша Ая, Кварни Крашмова, ну да, сегодня из-за того, что я только пришел в синагоге, я не успел сегодня поучиться, сегодня длинная молитва была, два часа вместо часа, и поэтому тот час, который я обычно учился, я не успел подготовиться, будем вместе разбираться сейчас. Десятый отрывок шестой главы, говорится так. То, что было, значит, нужно помнить, что Маша Ая, то, что было, то, что человек в прошлом достиг, да, для себя, Кварни Крашмова, что уже, значит, наверху, наверху, уже названо его именем. Вот я знаю, часто мне задают такой вопрос, вот я сейчас занимаюсь чем-то уже много лет, и, а может, я что-то теряю, может быть, мне надо чем-то другим заниматься. У тебя все получается? Получается. Ты доволен? Доволен. А что тебе мешает? А вдруг я что-то теряю? Может быть, в другом месте будет лучше. Говорит царь Самон, то, что ты занимаешься, уже достиг, уже названо твоим именем, да, то есть это уже твой удел. Гогам ваш Ая, Ая, и все, что было, уже было, значит, и нельзя повернуть колесо обратно. То есть уже женился? Женился. Дети такие родились? Родились. Работа такая есть? Есть. А что по будущему? Дальше про будущее написано так. И известно, он говорит так, что он человек. Что значит человек? Человек – это создание Бога. То есть нам кажется, что мы там такие самостоятельные, есть свобода выбора? Есть. Есть. Безусловно, есть. Но мы же живем в мире, в котором он состоит из законов, из причинно-следственных связей. Поэтому уже, если ты вот шел 10 лет по этому пути, да, и ты человек. Вилойухалядин, глядин – это судиться, и ты не сможешь судиться, литвакэх, и спорить с тем, кто такив мемена, с тем, кто сильнее, чем ты. Что имеется в виду? Не можешь ты Богу сказать? А что ты, вот, например, я живу там, например, в Израиле, там, или в Рязани. Я живу в Рязани. А почему я живу в Рязани, а не в Дубае? А почему я, значит, у меня одна жена, а в Дубае у шейха там 10, да, какого-нибудь? Нет смысла. То есть ты человек, у тебя ты родился в Рязани, там, или в Израиле, или в Америке, и ты живешь, и все. То есть не можешь ты судиться с тем, который сильнее, чем ты, поэтому не нужно человеку страдать за прошлое, и не должен он выходить к небу, как бы ствеет, восставать против неба, что почему ты сделал со мной не так, ты ошибся, да? Как некоторые люди, в последнее время пошла мода, да, человек говорит Богу, ты ошибся, меня создал мужчина. Это неправильно, я себя чувствую женщиной. Значит, и пытается исправить, но Бог же не ошибается. Мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. А что нужно делать? Говорит Царь Соломон, что нужно улучшать свои дела и молиться, чтобы было хорошо. То есть смотрите, что очень важная вещь. Здесь не говорится о том, что не нужно менять и не нужно делать. Говорится о том, что не нужно сожалеть о прошлом и не нужно восставать против будущего. То есть нужно принять волю Всевышнего, поблагодарить и молиться, и действовать, если ты хочешь что-то менять. Пожалуйста, Всевышний дал возможности. Но нет человеку никакой против реальности. Реальность – вот, стена. Все, не надо против него восставать, что она стена. Но хочешь сделать дырку – делай. Хочешь потихоньку ее начать там сносить – сноси. Но возмущаться нет смысла. Это 10-й отрывок. Юдали в 11-й отрывок. Значит, 11-й отрывок говорит так. Здесь он в 11-м отрывке успокаивает тех, которые жалуются, что получили они не то, что хотели. И он говорит такую вещь. Есть же двори Марбе. Значит, есть много вещей. Дословные тревоги – есть двори Марбе. Есть много вещей, которые человек хочет для себя. Вот у меня вообще сегодняшний день. Дальше взять все мои желания, как бы я хотел, то их очень может быть много. То есть у меня много желаний. А если взять вообще все, что я хочу в… Я одновременно хочу поехать и в Японию, и в Австралию, и в Новую Зеландию, и в Антарктику, и в Африку. Но еще больше я хочу сидеть дома и никуда не ехать. То есть у меня параллельно уживается желание. С одной стороны я хочу куда-то поехать, с другой стороны хочу сидеть дома. Я думаю, не я один такой. Он говорит, есть у человека множество желаний. Но все эти желания, он говорит, они Марбим Эвэль. Они умножают пар. То есть, ведь что такое желание? Это пар. Это в голове набор каких-то раскадровочек и образов, да, которые я причем где-то видел. Вот я видел, что там у меня один есть эксперт, он ездил в Антарктику с Хартманом на… Ну, на экспедиция такая, да, они поехали. Если бы я не увидел, я бы не хотел, у меня бы в голову не пришло вообще ходить в Антарктику. Ну, я увидел пару фотографий, думаю, прикольно, класс, значит, может поехать. Оп, что это такое? Это Эвэль, это парк у меня в голове, потому что я-то видел одну фотографию, а они там были две недели. Может, они две недели мерзли и скучали. Ну, думают, если заплатили там по 50 тысяч долларов за поездку, так, ну что, какую они фотографию поставят в Инстаграм? Конечно, фотографию самую лучшую. А плохие фотографии они ставить не будут, ни комаров там каких-нибудь не будут ставить, ни еще чего-нибудь, да, уже поехали, так поехали. Все же люди делятся не тем, что плохо было, да, в Инстаграме. Говорит Царь Самон, что все твои желания, это умножают они пар, вот это принесут вред в будущем для тела и для души. Поэтому Всевышний, да, Он то, что тебе не дал, оно тебе и не надо. Значит, мне не надо было в Антарктиду ехать. Слава Богу, что я не поехал, да, получается. Значит, Бог знает, что лучше для человека. И мы можем вполне-вполне определить, что лучше для каждого из нас с точки зрения Бога. То, что есть, то, что получают, значит, Бог так и решил. Алейкум салям, да. Вот кто-то нам пришел, говорит, салям алейкум. Салям это шалом на вас, говорит. Алейкум салям. Шалом на него тоже, правильно? Теперь дальше, 12-й отрывок, продолжает Царь Самон и говорит нам такую вещь. Кимию деа матом ля адам бехаим. Что кто знает, говорит он, что лучше для человека в его жизни в том маленьком количестве дней, которые он живет в своем пару, в своем вот этом вот, в своих иллюзиях. Потому что кто знает, что хорошо для человека в считанные дни жизни его, иллюзорное, да. Эвло это как Эвел, что он живет в этом пару своем, да. И он делает свою жизнь, как тень, которая проходит. Ашармия гитля адам, что кто скажет человеку, что будет после него под солнцем. Так что ему тогда огорчаться, что ему страдать, что нет у него каких-то там приобретений, которые он хотел временные. Потому что когда он идет из этого мира, они могут повредить его сыновьям. Так зачем ему вообще волноваться и переживать? Вот это последний отрывок был 6 главы. Зачем ему волноваться и переживать? Вот смотрите, что получается, очень интересно. Вот сидит человек. Вот я, я человек, сижу, значит, есть у меня стол деревянный, компьютер, телефон и даже айпад у меня есть. Вот на ютюбе я передаю через айпад. Есть у меня пиджачок хороший и, значит, джинсы. Сижу я, попил кофе. В принципе, на ближайший год мне есть чем заниматься. Есть работа, есть деньги, есть где жить. Слава богу. Как устроена голова? Я думаю, эх, жаль, конечно, что 45 лет. Когда мне было 5 лет, мои родители не переехали в Америку. Вот жаль. А че жаль? Ну как, если бы они переехали в Америку, я бы сейчас говорил на английском. Может, я бы сейчас проводил бы урок на английском на 100 тысяч человек. Жаль. Есть люди, жалеют о чем-то, что вообще давно было. И вот они, вот чего я это не сделал, и почему это не пошел, и почему это. То есть человек сидит, портит себе сегодняшний день. Он же не знает, что было бы. А может, если бы они уехали в Америку, там я бы наркоманом стал, да? Или черным. Вот решил бы, что я белый и черный. Есть эти люди, они говорят, что если можно решить, что я женщина, так можно решить, что я черный. Любое сожаление о прошлом, и оно бессмысленно. Теперь о будущем. Сижу, а значит тоже, сейчас у меня все нормально, пиджачок есть. Вот доченька пришла послушать урок Каэль, да? Я счастлив. А я думаю про будущее. А вдруг, значит, сейчас Израиль стрельнет по Ирану, Иран стрельнет по Израилю, и будет там что-то плохое, не дай бог. Вау, вообще ужас какой. И человек, он начинает тревожиться о будущем, но на самом деле, о чем он тревожится? Он придумывает себе какие-то страхи, да? И сам же на них реагирует. Но здесь он говорит больше про желание. Вот я сейчас сижу и думаю, а может мне, вот, например, я не знаю, заняться торговлей на Амазоне? Да, наверное, торговлей. Аба Икра там, Академия Счастья, Академия Коучинга, Академия Парь. Я уже столько Академии насоздавал, да? Мне не нравится создавать Академии. Не-е-е, нет. Я хочу вот, вот, буду заниматься сейчас торговлей на Амазоне. И все, я себе, если я пойду за этой мыслью, я себе создам сразу же множество сложностей и проблем. Почему? Мне нужно там какие-то, ну, миллион делодействий. Но любое действие в любом направлении, ты не делаешь в это время действия в старых направлениях. И получается, ты теряешь то, что ты строил, то, что у тебя было, и идешь в неизвестность никуда с надеждой, что тебе будет вначале так же хорошо, а потом лучше. Понятная идея? Говорит царь Саамон, он говорит, это все иллюзия. То, что было, уже на этом написано твое имя, это ты уже сделал. И ты, человек, ты не можешь судиться с тем, кто сильнее тебя, то есть с Богом. Ты не можешь восставать на Всевышнего. То есть, та реальность, которую ты получаешь, это тебе ее дал Бог. Люди создают много себе, Эвелим, это много себе иллюзий создают у себя в голове, за которыми они идут. Но он говорит, ну, кто знает, что хорошо для человека в считанные дни жизни его, которые проходят как тень. И кто скажет человеку, что останется после него. То есть, имеется в виду, что ничего. Потому что все вот эти вот, ну, хорошо, больше будет у человека. Вот люди там идут, например, у них есть где жить, да, они думают, не, надо сейчас в 10 раз больше, значит. Входят там в какие-то стройки, в какие-то там, у меня есть одни знакомые, значит, они в очень сильно, они, значит, муж с женой хотели свой дом. Хотели они свой дом, значит, все, жили в квартире, хорошая квартира, удобная, прекрасная, все. Не, они продали квартиру, купили дом, значит, и в этом доме они начали делать какой-то ремонт. И что, знаете, что обидно в этой ситуации больше всего? Они начали ругаться. И начали они ругаться, и сейчас у них ситуация такая близкая к разводу. И придется этот дом продавать. И, значит, опять переселяться теперь каждый в свою отдельную квартиру, если они решат, что им будет в их иллюзиях отдельно лучше, чем вместе. И, значит, если каждый пойдет за своей иллюзией, почему люди разводятся обычно, да? То же самое, вот как раз имеет к этой главе огромное значение. Человек живет, ему что-то ему не нравится. Знаете, как заноза такая, есть заноза. Он думает, вот мне это не нравится, да? То есть он забывает в этот момент о всем хорошем, что ему нравится. И думает о том, что ему не нравится. Потом он думает в голове у себя, а если я уйду, мне будет лучше. Он выдумывает себе какую-то иллюзию, такую сказку, что вот уйду, будет лучше. Уходит, например. Потом он оказывается в новой ситуации, в которой ему придется справляться с множеством новых трудностей, которые он даже не думал, когда представлял себе эту свою иллюзию, что эти трудности придут ему в жизнь. Теперь его работа и страдания, и исправление с трудностями, они, что здесь были, убрать эту занозу, что в другом месте, создавать все заново, они будут примерно одинаковые. Теперь в чем разница? Если он научится мыслить по-другому, и вместо того, чтобы огорчаться, расстраиваться, возмущаться, там, ну, в общем, негативить в разных форматах, научится исправлять то, что ему не нравится, и двигаться потихоньку туда, где шаг за шагом, где ему будет, как ему кажется, лучше. А лучше двигаться в том направлении, чтобы там, где ты есть, создавать себе эмоциональное состояние радости, счастья, принятия, духовного роста, духовной работы и так далее. Это все можно создать счастье там, где ты есть, не надо никуда двигаться. Счастье не в Антарктиде, счастье не в проехать сто стран мира. Проехать сто стран мира – это занять себя, это человек, вот почему люди пьют, например, да? Сидит человек, он сидит без алкоголя, ему плохо. Он вместо того, чтобы разобраться, почему ему плохо, даже это не важно, а у него есть 10 вариантов, как сделать, чтобы ему было хорошо в данный момент. Он выбирает самый вредный и самый плохой вариант – это алкоголь для того, чтобы просто переключить тумблер и поменять свое состояние с помощью яда. Алкоголь – это яд. Резко поменял состояние, на какое-то время он как бы стер, переключил канал, ему стало лучше. Потом его отпускает алкоголь, ему стало плохо от того, что было. Ситуация же не поменялась. У него его в трезвом состоянии способ мышления остался таким же, какой был. Ничего внешне не изменилось. И он добавил к этому проблемы со здоровьем. То есть, у него была одна проблема, осталось две проблемы. Вначале голова болит, потом печень отваливается. Теперь, какой другой вариант? Человек говорит, мне плохо в той ситуации, в которой я есть. У него есть два варианта. Изменить восприятие этой ситуации и изменить ситуацию. Алкоголь – это вариант изменить восприятие ситуации, но изменить его механическим способом, отравив себе мозг. Это нелогично. Нужно учиться думать по-другому. Как раз об этом энтузиаст. И сейчас мы переходим к книжке, которая называется «Happiness. Формула, Stories and Insights». И у нас 21-й сегодня урок. 21-й урок называется «Why not do it with joy?» Почему бы не делать это с радостью? Вот и ответ, говорит моя дочка. Например, обращается к нему, к этому равнину женщина и говорит «I don't like doing housework». Я не люблю, говорит, делать домашнюю работу, эта женщина говорит. Но я все равно делаю ее. Мне столько времени уходит, я как бы, я не люблю. И вот я, значит, мучаюсь, делаю эту домашнюю работу и мучаюсь. Другой говорит «I keep telling about doing my reports, there is a little vessel». В общем, он говорит «Мне не нравится делать какие-то отчеты, это ужасно для него». Третий говорит «А я на работе, просто ненавижу работу, я не могу дождаться, когда мой рабочий день закончится, чтобы закончить эти мучения и свалить оттуда, да? Он говорит, послушайте, говорит этим всем людям, да? Он говорит «Если вы делаете вот эти вот свои работы, разные задания, вы все равно делаете. И вы делаете их много часов каждый день, и вы мучаетесь. Так если вы делаете их все равно, а не вы все время, делайте их с удовольствием, делайте их с радостью, поменяйте, то есть поменяйте свое отношение. Как? Он говорит, ну, во-первых, говорит, самый простой способ – это устраивать себе челленджи. Вот женщина, например, да, которая не нравится ей работу по дому делать. Устрой себе челлендж, значит, помыть пол быстрее. Значит, мылай час, сделай быстро, сделай за полчаса. Сделай за полчаса, значит, у тебя полчаса свободны. Дальше челленджи, быстрота, скорость. Мой учитель Зеханаль Левраха, Равыцка, Зильвер. Значит, он был, его дочка говорила, папа был спортсмен. Он все время устраивал себе соревнования, сделать что-то лучше, быстрее, качественнее, что он все время засекал, замерял и так далее. Челлендж – это очень интересно. Делай челленджи. Второе. У нас есть возможность всегда делать какие-то вещи, развиваться через них, да. То есть, та же домашняя работа может одновременно стать упражнением для тела. Если вы делаете каких-то там с резинками, с гантелями, с утягощениями, в новых позах, можно одновременно заниматься йогой, выполняя домашние дела. Работа. Например, работа, если человеку не нравится. Это не очень хорошо. Но если он будет развиваться в этой работе, если он будет в этой работе добавлять какие-то навыки усовершенствования, то, возможно, он на этой работе будет подниматься. Есть множество примеров, когда люди приходили в какие-то компании, работают на самую низшую должность и достигали с самого верха. Почему? Потому что в каждом месте, где они находились, они усовершенствовали тот процесс, которым занимались. И так шли они от процесса к процессу. Естественно, что хозяева, начальство, все любят таких сотрудников, которые не ненавидят свою работу, а делают ее с радостью и совершенствуются. Какие варианты еще сделать с радостью? Есть, значит, вариант делать с радостью слушать музыку. Но если вы не можете ни слушать музыку, ни устраивать себе челленджи, если вам говорят начальство, что только ничего не надо совершенствовать, тебе задача взяли здесь, положить там, тогда что? Тогда, наверное, можно поменять работу. Поменять работу и подумать, что как можно, значит, поменять работу на любимую. То есть, если вы не можете полюбить ту работу, которой занимаетесь, меняйте работу. То есть, два варианта. Или тот кусок работы, который вы делаете, делать с радостью, играть какую-то роль. Ну, то есть, можно придумывать. Я сейчас не припоминаю. То есть, я все время из работ, которые мне не нравились, я делал из них какую-то тренировку для себя и развития. И добавлял в них, я очень люблю добавлять и совмещать какие-то занятия. Например, я когда-то работал грузчиком в Америке, да? Я помню, вот был момент в моей жизни, я приехал тогда, мне было там 20 с чем-то лет, я подрабатывал грузчиком. Я помню, что я делал упражнения разные. То есть, я носил не просто, можно просто носить. Можно укреплять мышцы, там, можно заниматься упражнениями на осознанность, да? То есть, на самоосознание. Это очень классно, кстати. Вот во время работы выполнять упражнения по совершенствованию своего внимания, характера, памяти, мышления. То есть, во многих видах работы у вас остается очень много возможностей совершенствоваться во время выполнения этой же работы. Например, в Академии счастья у нас есть множество упражнений, которые можно делать по ходу дела. Давать комплименты людям и себе, прекрасное, делать добрые дела дополнительно. То есть, масса возможностей есть. Опять же, молиться всегда можно, повторять цветы и тексты, которые там, Тора, всегда можно. Берете отрывок и повторяете. Все. Берете псалмы, можно читать, когда вы работаете, да? Какой-то взять псалом. Молиться, благодарить Всевышнего. Идете, что бы вы ни делали, у вас всегда есть свободное время благодарить за каждое действие, за свой глаз. Благодарю за левый глаз, благодарю за правый глаз. Мойте пол, например, или посуду. Благодарю за руки, благодарю за ноги, благодарю за то, что деньги зарабатываю. Благодарю за небо, благодарю. И можете вспомнить свою старую жизнь, где вы недоблагодарили. Потому что у каждого в прошлом есть огромный долг перед Всевышним, недоблагодаренности. Потому что Всевышний столько для нас делал, а мы в те моменты могли его не отблагодарить. Как если вы сейчас его отблагодарите, вы как бы свой баланс на небе, свой депозит, очень сильно подравниваете. И тогда Всевышний, он продолжает давать дальше. Потому что многие живут в долг. Всевышний для нас делает, а мы даже его не благодарим. Как раз время, занимаясь нелюбимой работой, благодарить Всевышнего за то, что в прошлом была любимая, а мы не ценили. Все, удачи, успехов всем. Майдим Лисимхаз, это время для радости, для праздников. Завтра урока не будет, потому что завтра праздничный день, как шаббат. Значит, встречаемся с Божьей помощью в пятницу. Продолжаем изучать эквезиаст. Мы закончили сегодня шестую главу. И начинаем седьмую главу в пятницу с Божьей помощью. Все, всем удачи, успехов. Хак Самех, Мадим Лисимха. И все благословения, которые есть в Торе, всем, кто изучает Тору и хочет выполнять волю Всевышнего, чтобы все благословения, которые Всевышний давал в Торе, сбылись на всех изучающих Тору. Особенно на платформе Ваикра. И особенно на тех, кто помогает платформе Ваикра развиваться, помогает нести этот свет людям. Все, значит, всем удачи, успехов. До пятницы.